Приветствую вас и по порядку отвечу на те вопросы, которые вы задаете. Значит, первое, так работает власть защитный механизм. То есть защитный механизм психики заключается в том, что после того, как пересчитана самая острая фаза потери человека, можно говорить о том, что данный человек будет вызывать отращение как способ защиты от него и недопустимость повторения этой самой ситуации. То есть обращение это именно защита против повторения негативных эмоций. Так психика сама себя защищает от возможных негативных переживаний. Поступают девушки так потому, что, возможно, им с вами становится скучно. То есть их все действительно устраивает, им все действительно нравится, но, во-первых, это все слишком предсказуемо. Во-вторых, они наперед знают, что вы будете делать, что вы будете говорить, как вы будете себя вести и так далее. А им хочется, наверное, какой-то фонтанности, хочется чего-то такого и так далее. Значит, следующий момент, который нужно сказать, это то, что, значит, стоит ли давать человеку второй шанс. Да, человеку стоит давать второй шанс, если он искренне раскаивается в том, что сделал. Ну вот, например, девушка ушла от вас, потому что ей стало скучно. Представим себе такую ситуацию. И после этого, после того, как она ушла, ей начало, ну, скажем так, казаться, что она потеряла в вашем лице хорошего человека, искреннего человека, интересного человека, да, и она начала об этом взялить. Взялить достаточно сильно. И она понимает, что ее стремление к некой фонтанности, фонтанности, оно, ну, мягко говоря, не совсем верно. И в этой ситуации вам, конечно, не нужно смотреть на поведение девушек. Потому что если поведение девушки недостаточно искренне для того, чтобы вы поверили ей, что она действительно поняла, а она стремится обрести с вами то, что ей было нужно, например, это определенная стабильность, да, и так далее. Например, это, ну, скажем так, определенность, обеспеченность, уверенность в вас и в ваших отношениях. То есть увидеть, что человек раскаивается именно в том, что вы страдали недостаточно сильно, то тогда, конечно же, говорить о том, что вы дадите девушкам, нельзя. Ибо человек легко, достаточно легко предаст вас вновь. Но если вы видите, что девушка слезно умоляет вас ее просить, потому что, традиционно, была не права, а так бывает только на расстоянии человека, понимает, что действительно дорог ему. И если вы видите, что она искренне, что у нее прям вот горит огонь в глазах, да, и что она, правда, переживает, раскаивается, то, ну, и на второй час, да. Потому что критическое переживание, то есть переживание, после которого у человека меняется его мировоззрение, никто не отменял. И если это действительно так, то человек будет ценить вас, ценить и уважать, и узнать еще больше за то, что вы его приняли. Потому что, если человек понял, что вы ему действительно дороги, то то, что вы нашли в себе силы простить, далеко не самый хороший поступок, далеко не самый, знаете ли, легкий для прощения поступок. Еще сильнее воздущие с вас в ее глазах покажет вашу серьезность, вашу зрелость, вашу волю, мужественность, стойкость, понимание, великодушие. Все это сыграет только положительную роль при продолжении ваших отношений. И не стоит думать, что девушки мыслят так же, как мужчин. Вот вы говорите, смотрят в глаза и говорят одно, а потом делают другое. Могу представить, что вам кажется. Что вот девушка такая стоит перед вами, обманывает вас, а сама просто думает, что сделает у себя завтра. Но в действительности женщины часто не знают, что они будут делать через... даже через небольшое промытье так времени. Просто в силу особенностей их мышления. Особенность построения их картины мира. Они не знают. И если вы думаете, что девушка планировала то, что она от вас уйдет. Ну, вы правы, конечно. Но далеко не на сто процентов. Потому что это всегда происходит под определенным эмоциональным напряжением. Этому всегда способствует наличие определенного эмоционального фона. И если бы этого эмоционального фона не было бы, то и поведения у девушки такого точно не было. Соответственно, нужно смотреть на причину ее поведения. Не анализировать то, что она сделала. А смотреть на причину возникновения эмоционального фона. Как на первопричину ее действий вообще. И если бы причина возникновения ее эмоционального фона будет ясна, то вот тогда-то как раз вы сможете понять, почему девушка так поступила. Но эмоциональный фон в некоторой степени нестабилен. Он может появиться, может исчезнуть и так далее. И относиться к нему нужно точно так же. А вы относитесь к девочке в этом плане как к мужчине. То есть кто-то вот сказал мне, что хорошо со мной, значит так и будет. В протяжении очень большого времени. А каждая девушка может например сказать, что ей с вами хорошо. А через час она может также сказать, что ей со мной очень плохо. А вы не учитываете. И для вас это конечно же диссонанс. Как так? А вот так. Девушек нельзя воспринимать как мужчин в этом плане. Поэтому и к словам их нужно относиться к старт-соторожности. И смотреть не на слова, а на то, как человек себя все-таки ведет. Слова могут быть очень красивы. А именно если язык подвешен. Но поведение, выражение лица, выражение глаз, по делам достаточно сложно. Если вы видите, что человек говорит хорошие правды, красивые, трогательные слова, но его лицо не подвесит и не выращает особых эмоций. А сам человек ведет себя спокойно, ну значит не очень сильно его и волнует то, что он говорит. А раз так, то и эмоциональной зависимости в ситуации у него нет. А для девочки особенно важно быть вовлеченной эмоциональной ситуации, за то, чтобы отношения имели успех и прощество. Поэтому давать второй шанс человеку стоит лишь тогда, когда своим отношениям и поведением вы понимаете, благодаря девушке, что ее это действительно волнует. И детям вы доверяете своим ощущениям, доверяете своим чувствам. И нынче прислушиваться к разуму. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.